Митрополит Минский Исловский Павел, в миру Георгий Васильевич Пономарёв, родился 19 февраля 1952 года в Караганде в семье рабочих. В 1980-м окончил Московскую Духовную Академию. Трудился в разных странах мира. Решением Священного Синода от 25 декабря 2013 года назначен митрополитом Минским Ислуцким, патриаршем Арзархом всея Беларуси. Здравствуйте, Владыка. Скажите, какие у вас впечатления от Могилёвской области и от людей, которых вы здесь уже встретили? Чем-то отличаются? Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что на Беларусской земле я в Могилёве осветил первый храм. Точнее сказать, я совершил чин освящения, Господь осветил этот храм. Господь неспосылает свою благодать, а мы являемся его орудием. Мы совершаем вот эти внешние знаки, которые свидетельствуют о том, что Господь неспосылает свою божественную благодать. Так что для меня это очень приятно. Конечно, мне было очень приятно увидеть очень много таких добрых, улыбающихся лиц, которые пришли помолиться. Я давал, когда людям крест целовать, то многие подходили и говорили, а мы вас знаем. А мы вас знаем. Я говорю, откуда вы меня знаете, где мы с вами виделись или познакомились. Они говорят, а мы вас по Союзу, по телевизору смотрим. Так что, знаете, вот оказалось, видите, какой мир узкий, что, оказывается, можно друг друга видеть, знать, даже не имея вот такого общения близкого. Это хорошо, что журналисты всё-таки каким-то образом влияют на это. А как же, как же, конечно. Поэтому я пользуюсь возможностью и вас хочу поблагодарить за то, что и вы хотите и несёте людям доброе, мирное и святое, вечное. Поэтому вам тоже Бог в помощи. Скажите, вот многие из моих знакомых, да и я в том числе, мы православные, но, тем не менее, часто в храм, допустим, мы не ходим, может быть, не соблюдаем посты, но, тем не менее, часто приходим в церковь для того, чтобы просто поставить свечку, просто постоять, подумать о близких. Это люди верующие, на ваш взгляд? Или это ваше паство? Как здесь быть? Вы знаете, я в этом случае вспоминаю слова Христа Спасителя, который говорил, кто не против нас, тот за нас. Очень интересные, очень мудрые слова. Так вот, мы питаем своё тело каждый день, а иногда и три-четыре раза в день. Нужно питать душу. А иногда и почаще. А как питать душу? Так вот, церковь и говорит, друзья мои, душа питается через наше общение с Богом в молитве. С особой силой, особой благодатной силой подаётся, и такая пища для души подаётся во время богослужений. Поэтому приходите и молитесь. Точно так же, как я иногда, особенно молодым, говорю, у каждого, наверное, сегодня есть мобильный телефон, правда? У вас есть? Да, а как же, да. И вот я всем говорю, друзья мои, а вот давайте пользоваться телефоном и не подзаряжать. Что будет с ним? Да он умрёт, как мне сказал один мальчишка. Да он умрёт, он не будет работать. Да, я говорю, правильно ты сказал. Так вот, вы знаете, вот этот аккумулятор мобильного телефона, так же, как и другие аккумуляторы и батареи, они созданы по нашему принципу, по-человеческому. Есть внешняя оболочка, а есть ещё внутренняя энергия. Так вот, и человек имеет вот такую внешнюю оболочку, а в нём ещё есть душа, и в ней ещё внутренняя энергия. Её надо каждую неделю подзаряжать. А православные христиане и каждый день, утром и вечером обращаются к Богу в молитве. Вот это тоже общение, это тоже духовная подзарядка. У нас очень интересное сравнение, вот уже современное, с мобильным телефоном. Так вот, в связи с этим вопрос. Очень часто всё-таки сталкиваешься с такой, может быть, нетерпимостью или непониманием старшего поколения, когда приходишь в храм, и сразу возникает много вопросов по поводу брюк, косынок, помады. И мне кажется, что это немножко отталкивает молодое поколение. Как вы относитесь к этому? Вы знаете, у меня однажды была такая встреча, она была очень интересная. В Нью-Йорке это, кстати сказать, было. На нашем приходе в соборном храме в честь святителя Николая. Одна из наших прихожанок такая прям, знаете, активная была. Как она эту молодёжь гоняла там прям, понимаете. Вот я ей как-то говорю, слушайте, Александра, а почему вы так вот на молодёжь ополчились-то? Что вы вот? Она говорит, ну сколько же можно накрашивать губы? А что это такое, понимаете, в брюках ходят? Я говорю, скажите, Александра, а как давно вы ходите в храм? Она говорит, да я уже лет 7-8 хожу в храм. Я говорю, а до этого вы не ходили в храм? Нет, я не ходила. Я говорю, скажите, а вот вы сейчас губы краситесь? Что вы? Нет, конечно. Я говорю, а когда вы перестали губы красить? Она говорит, ну вот как стало в храм ходить, так вот и перестало. Я говорю, слушайте, ну вы же раньше красили, красили. Ну зачем же вы вот молодёжь-то ругаете? Ну придёт время, вы посмотрите, вы дожили почти до 60 лет, и только вот сейчас перестали красить. Ну дайте этим девчонкам дожить тоже до 60 лет, они потом тоже перестанут красить. Ну зачем вы вот так навязываете? Если это хорошо, зачем вы так навязываете? Вы просто покажите, что, друзья мои, расскажите, объясните. Может быть, покажите. Насиловать нельзя. А тем более, что у нас это происходит в такой невежественной форме. Вы знаете, это только действительно отталкивает людей. Я вот и со священниками беседовал вчера, и сегодня. Вот я им тоже об этом говорю. Друзья мои, надо набраться терпимости. Нет у нас этой терпимости. Нет у нас, к сожалению, снисходительности. Но разве в этом дело? Что, разве накрасил человек губы, и что, теперь Господь с ним не будет общаться? Да нет же, конечно, друзья мои. Да будет. Главное, чтобы у нас было сердце сокрушенное, смиренное. Вот это Господь не уничижит. А Господь не будет ведь обращать внимание на какие-то внешние украшения. Но они не воспитаны были. Ну зачем вы их насилуете? Поэтому я всех призываю, пользуясь возможностью, не обижать, особенно молодых людей. Есть еще один момент такой, связанный с развитием цивилизации. Проблема с паспортами, номерами. Как, на Ваш взгляд, есть противоречия между верующими цифрами? Многие боятся на самом деле. С одной стороны, вроде бы эта тема очень серьезная. Но на самом деле она не стоит выедена вниз. Может быть, надуманная все-таки больше? Она очень тонко продумана. Не надумана, а очень серьезно продумана. И очень вовремя вброшена. Мне довелось в Псково-Печорском монастыре, когда я был наместником монастыря, встретить несколько женщин, уже пожилых, которые... Это был, знаете, где-то 89-й год. Они тогда не приняли паспорта образца 61-го года. Они жили еще по паспортам 47-го года. И они говорят, что вот, понимаете, вот все остальные попадут в ад. Они, значит, в рай не попадут. Мы вот только вот, кто удержал это все. И я им говорю, слушайте, а где вы живете? А где придется? А чем вы питаетесь? А что получится? Чем Бог подаст? Так, думаю, интересная тема, да. Ну, вы же не на улице живете? Нет. Я говорю, ну, а где? А вот кто? Вот уходим, вот если нас люди примут. Кто примут? Вот. И я говорю, друзья мои, очень хорошо. Их кто и накормит, и напоит, и еще и оденет, и обоит тот, кто их сможет это сделать или принять. И я им говорю, слушайте, и вот наши молодежи говорю, вот вы посмотрите, какие несчастные люди. Это во-первых. А во-вторых, я говорю, вы знаете, вот Господь ведь нам сказал, Он Господь, Он Бог, Он Творец, Он знает, и Он судить нас будет. И Он нам уже две тысячи лет назад рассказал, какие вопросы будут на страшном суде. Вот представляете, студенту, да, студенту сказать, какие у вас будут вопросы на экзаменах. Ну, конечно, студент подготовится к этим вопросам, правда. Так вот, Господь дал нам эти вопросы. Какие будут вопросы на страшном суде? А накормил ли ты голодного, а напоил ли ты жаждущего, а посетил ли ты в темнице сидящего, а посетил ли ты болящего в госпитале, а приютил ли ты странника? Вы понимаете, вот это же дела добра, милосердия, любви. Вот о чем будет Господь спрашивать. Вот, и вот вы посмотрите, вот эти люди с новыми паспортами вас привечают, кровь дают, кормят, питают. И они что, они будут находиться за пределами небесного царства, да, или в аду? Наверное, что-то тут не так. Наверное, что-то здесь неправильно. Не только угла поставки. Да, вы, видимо, что-то, вы, видимо, заблудились немножко. Надо подправить. Вы знаете, есть еще другой аспект, вот, связанный с этой темой. Сегодня, к сожалению, подхватили эту тему и некоторые священнослужители даже, да. И они, вот, знаете, настолько вот увлеклись этой темой, что у них сегодня разговоры... Они живут, знаете, как в скорлупе какой-то, да. У них больше нет тем других для рассуждений, для разговоров. У них нету Христа. Вы понимаете, что происходит? У них все зиждется, основывается, и они живут только вот этими вопросами в этой скорлупе. Это ИНН, паспорта, чипы, о-о-о. Сектанты. Самые настоящие сектанты. Они живут вот такой сектантской, закрытой жизнью. У них нет Христа. А вы обратите внимание, что происходит. Вот этот священник, я его даже пасторем не могу назвать. Он образовал вокруг себя вот таких единомышленников. Сообщества. Сообщества. Они сейчас занимаются только этими вопросами. А вокруг тоталитарные секты, сектанты. Они ходят в детские дома, в детские сады, в школы, в институты, на фабрики, на заводы. Они проповедуют Евангелие. То есть забыли о главном, в общем-то. Конечно. Вы понимаете, что происходит? А вот лет через 10 забудутся эти паспорта. А может быть, уже будут другие паспорта. Забудутся эти чипы или номера идентификационные. И что будет? Выйдет из этой скорлупы бальчика, а вокруг никого нет. А вокруг тишина и пустота. И бедный несчастный человек. Вот мир меняется. Все меняется. Скажите, дайте совет. Как сегодня воспитывать детей? Чего сегодня не хватает современного человека в воспитании детей и здесь, в душе? Прежде чем воспитать детей, надо воспитать родителей. Вот мы недавно праздновали память трех святителей. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова. Я обращаю внимание, вы посмотрите, это святители, это святые. А кто их воспитывал? Такие же родители, как и наши. Но обратите внимание, этих трех святителей и родители, и братья, и сестры, они все в лике святых. Вы понимаете, что святые родители воспитали святых детей? Поэтому, конечно, надо быть самим достойным. И, конечно, для ребенка самое важное, самое главное – это пример родителей. А когда родитель говорит, сыночек, курить очень вредно. И при этом пойдет на балкон и покурит. При этом затягиваются сигареты. Сыночек, очень вредно курить. А ребенок говорит, мама, папа, что же вы говорите, очень вредно, а сами-то выкурят. Вы же говорите одно, а делайте другое. Ваше слово расходится с вашим делом и с вашей жизнью. Поэтому родители должны быть очень внимательными и серьезными. Я помню, как-то, знаете, месяца два назад я шел по Московской улице, приехал домой. И смотрю, вы знаете, вот у меня в памяти, как до сих пор, стоят три молодых мамаши с колясочками. У них в коляске детишки, да, у всех, у троих. Три колясочки, стоят три мамаши с сигаретами в зубах и мат-перемат. И мат-перемат. И я думаю, господи, бедные несчастные дети, родители говорят, они все равно, они ничего не слышат, они не понимают. Как они не понимают? Они, может быть, сознанием не понимают, но душой-то они все понимают. Они же все это впитывают. Страшное явление. Поэтому, конечно, родители должны быть предельно внимательны. Конечно, от родителей очень многое зависит, каким вырастет их ребенок. Хотите, чтобы он был благочестивым, будьте сами благочестивыми. Хотите, чтобы он был честным, добросовестным, сами будьте такими. И показывайте пример добросовестный. Что главное в вере? Верить. Верить. Главное в вере – верить. Вы знаете, очень важно сегодня осознать смысл жизни человека на земле. Вот если только мы осознаем смысл жизни на земле, для чего мы живем, зачем мы живем и для чего? Все сразу встанет на свое место. Если я живу только для того, чтобы есть, пить и веселиться, то, наверное, я самый несчастный человек. А если я еще на это буду растрачивать время, годы своей жизни, еще и жить этим, то я в конечном итоге уподоблюсь жвачному животному, но только разумному. Знаете, само слово «религия» в переводе с латинского на русский язык означает «связь». А мы иногда говорим «обратная связь», мы обращаемся к Богу, просим Его, и Он нам помогает, Он нас слышит, и Он нам помогает. Вот это и есть религиозный человек, не только верующий, но еще и религиозный. Вот это чрезвычайно важно. Поэтому я искренне хочу пожелать, чтобы каждый из нас, обращаясь к Богу, верил, верил, Господи, я верю. Может быть, я маловерный, может быть, у меня какие-то есть недостатки, и может быть, я недостойный, но я хочу, Господи, чтобы Ты действительно меня слышал, чтобы Ты мне помогал, чтобы Ты меня спасал. Если будет такое отношение у людей, то это чрезвычайно важно. Так вот, нам надо ходить в храм и просить у Бога благословения. Но если даже нет возможности очень часто ходить, то все равно желательно подзаряжаться. Приходите подзаряжаться этой божественной благодатью. Благодарю, Владик. Спасибо Вам.